В перечень потенциально опасных собак попали сразу 12 пород, в том числе их метисы. От практически всем знакомой северокавказской овчарки до пакистанского мастифа. В списке также акбаш, американский бандог, бульдог бразильский, питбуль мастиф, волка собачьей гибриды и прочие четвероногие. Нововведение это связано с принятым в декабре 2018-го законом о защите животных. Среди всего прочего документ обязывал определить список опасных хвостатых. Общественность участвовала, и я ездил, наверное, раз 15 в Москву. Это были последовательные встречи сначала в Министерстве экологии, потом в Агентство стратегических инициатив, а потом и в Госдуме. И они были так вот циклично проходили, потому что этот список вначале включал больше 60 пород собак и их метисов. Если бы это было принято, то практически любая собака была бы признана потенциально опасной. В итоге список все же уменьшился, ведь и дворняга может быть метисом какой-то бойцовой породы. В законе же речь идет о том, что собаки эти от природы обладают качествами агрессии и силы, используются в травле. И у аборигенных пород, то есть незаводских, не до конца изучена лояльность к человеку и особенности поведения. Однако и с новым перечнем все не так просто. Я отношусь положительно, в принципе, к тому, что он небольшой. По отношению к потенциально опасным породам собак и так далее, я отношусь совершенно критично, потому что нет таких пород. Есть потенциально опасные хозяева. Само по себе словосочетание «бойцовая порода» выражение «нарицательная» классификация уже не используется. В общественном же сознании крупная собака с массивной челюстью и развитыми мышцами – животное опасное. Только вот большинство заводчиков, кинологов и зоозащитных организаций утверждают обратное. У какого-нибудь, не знаю, маргинала алкаша там и дворняжка может накинуться, детей покусать. А у другого человека там и стаф, и бультерьер воспитанный. Надо не собак делить на породы, а надо хозяев контролировать. И, я думаю, без разницы даже, какая собака там, бульмастист, стаф или та же самая дворняжка. Например, та же дворняжка, тоже можно ребенка накинуться, ему пол лица откусить. Поэтому ключевую роль играет прежде всего сам хозяин собаки, говорят эксперты. Постоянные игры с четвероногим, физические нагрузки и дрессировка – последнее, самое основное. Кинолог, он обучает собаку по определенным каким-то стандартам кинологическим. Значит, собака уже будет слушаться его. Есть определенные команды, когда мы готовим собаку к общему курсу подготовки, то есть определенные дрессировки, чтобы собака была непосредственно с хозяином, она чувствовала его. Породы, которые вошли в список, как потенциально опасные, теперь должны будут выгуливаться в намордниках и с поводками. Этот пункт федерального закона вступит в силу 1 января уже в следующем году. При этом в России до сих пор не введена обязательная регистрация домашних животных. Неизвестно, какое количество подобных собак содержится в нашей стране. Также пока неизвестно, каким образом будут определять, что четвероногие являются метисом и каким образом будут выписывать штрафы, если их все же введут. Анжела Забаштам, Константин Никитин, репортер 73.